В целях ознакомления с проводимой работой по обеспечению занятости населения, развитию предпринимательства и сокращению бедности, председателем Сената Али Мачлиса совершена поездка в Кашкадаринскую область. В фокусе внимания вопросы поддержки женщин-ремесленниц, новые проекты в малых индустриальных зонах региона. Все подробности далее. Поездка председателя Сената начала с места паломничества Абу Муин Анна Софи. Работы по благоустройству были осуществлены на территории 70 гектаров площадей. Ремесленческий кластер, создаваемый здесь же, будет способствовать пробуждению туристов интереса к традициям древнего ремесленничества и изделиям народно-прикладного искусства. Сейчас в создаваемом кластере уже трудоустроено 30 женщин, а в перспективе здесь будет работать до 100 ремесленниц. Глава Сената с большим интересом ознакомилась с изделиями декоративно-прикладного искусства. Встретилась и побеседовала с женщинами-ремесленницами, поинтересовалась вопросами их поддержки. Малые индустриальные зоны, создаваемые в области, также вызвали интерес у председателя Сената. Реализация 40 проектов позволила созданию 419 новых рабочих мест. К примеру, общество с ограниченной ответственностью Юльдус Чевар, проект швейного производства стоимостью в 1 миллиард сумм. Годовая мощность готовой продукции предприятия будет составлять 1 миллиард 700 миллионов сумм. В настоящее время здесь трудятся 32 женщины, а в перспективе их численность вырастет до 60. Заинтересовал еще один проект малой промзоны. Это иностранное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью Челли Клейн» по выпуску 26 видов моющих и очистительных средств. С пуском в эксплуатацию данного предприятия на полную мощность здесь будет трудоустроено 30 человек. А проект «Общество с ограниченной ответственностью Промакс» специализируется по выпуску инфокиосков. Годовая мощность производства – 800 единиц готовой продукции. «Общество с ограниченной ответственностью Кашкадарио Парник Таракойот Инвест» на территории Махалихонабот. Основной целью данного проекта является локализация производства. В теплице на площади размером 20 гектаров установлено оборудование гидропоники. Территория в 14 гектаров отдана под сельхозпродукцию. На оставшейся территории в 6 гектаров строительно-монтажные работы хоть и продолжаются, но выполнены на 90%. В настоящее время здесь создано 260 рабочих мест. А с пуском в эксплуатацию теплицы на полную мощь в сентябре нынешнего года они увеличатся до 400. Наша теплица – это корейско-узбекское совместное предприятие. В ходе беседы с работницами теплицы председатель Сената поинтересовалась условиями их труда в период карантина. Ее обрадовало, что в период пандемии здесь организован спецтранспорт для трудящихся, бесплатные завтраки и другие условия. В ходе беседы прозвучало предложение о создании на базе парникового хозяйства дошкольного образовательного учреждения на основе государственного частного партнерства для детей, работающих здесь женщин. Председатель Сената приняла участие в обсуждении программного проекта Республиканской рабочей группы по обеспечению занятости населения, развитию предпринимательства и сокращению бедности в регионе, согласно которому в ближайшей перспективе на 2020-2022 годы в Кашкадаринской области будут осуществлены 117 инвестиционных проекта на общую сумму в 727 миллиардов суммов.